Диалектика нашей экзистенции, которая все время стоит между выбором жизни и смерти. И вот знаете, общий культурный контекст для них собора, вот это датская культура, это эрисализм. Это эрисализм, который, прежде всего, связан с именем Киркегора. Ну, сказать, что вот это все так прямо и непосредственно, линейно отразилось, нельзя, это было бы натяжкой. Но то, что Нильс Бор сформировался как личность под влиянием этих всех факторов, исторических, культурных, социальных, и то, что нужно было быть Нильсом Бором, чтобы прийти к идее дополнительности, идея невероятно сложной, нетривиальной, нерадоксальной, это несомненно так. Вот личность Нильс Бора здесь нужна, нужна тема. Какая здесь тема? Тема двойственности, понимаете, да? Тема колебания, тема альтернативности. Одна из книг, одна из книг Киркегора называется или-или, аут-аут, аут-аут, да. Вот, по-латыни, да, вот или волна, или частица, и то, и другое, понимаете, да? Вот то, что сейчас я говорю, это вещи неуловимые. Вот нет прямого перехода от Киркегора к принципу дополнительности, нет, и быть не может. Это разные уровни, это разные языки, это разные измерения, это разные ценностные, так сказать, системы. Понятно это, да, антологические системы разные. Но тем не менее, вот какой-то глубинный изоморфизм, какое-то глубинное родство есть, это родство через тему. У Киркегора тема, и у Бора тема одна и та же. Но у одного она при гуманитарном контексте звучит, у другого, естественно, на научном контексте. Вот, как раз Холтон очень любит обсуждать вот этот вопрос. Единство науки культуры. Вот оно единство. Оно не буквалистское единство. Оно не поверхностное единство. Оно затаённое, оно именно имплицитное единство. Но оно есть, оно есть. И это замечательно. И, ну, знаете, вот принципы дополнительности, его очень многие не принимают. В прошлый раз мы с вами говорили про Локатуса. Локатус в штыки не принимает принципы дополнительности. Он говорит, природа не может быть противоречивой. Локатус, человек очень продвинутый, да. Вот он противник Нильсобора. Потому что у Локатуса другая тема. Тема рациональности. Тема рациональности. Тема ясности декартовской. А дополнительность, она неясная. Понимаете, вот это неясность. Неопределённость — это неясность. Соотношение неопределённости Гейсенберга, соотношение Собора. Тут нет этой вот прозрачности, этой высветленности, которую так любил декар, которую так любили рационалисты здесь. Нет. А тут есть какой-то такой вот, если хотеть, туман определённый. Туман, который никак не развеет. Вот хоть ты лякостьми, но туман останется. Он онтологичен. Он фундаментальный. Понимаете, фундаментальный туман. И всё. Так нужно было быть предрасположенным к этому туману. Вот эта предрасположенность, да? Вот эти предпочтения. Предпочтения. Загадочные, таинственные. Но какие-то провиденциальные. Хорошо, чтобы был Шеволоданья. Хорошо, чтобы был Киргегор. Хорошо, чтобы был принц Данский. Появился Админьс Борб. И это какая-то хорошая счастливость и чинная обстоятельность. Замечательно. Ну и, наконец, третий аспект анализа. Это вот то, что я уже говорил. Но давайте, чтобы я это ничего не пропустил. Это приверженность учёного к темам. Ну, я вот много говорил. Приверженность – это именно слово «приверженность учёный». Первое у меня сейчас. Приверженность. Я привержен к теме, и эта тема ко мне вот прикипела. И никак её нельзя удалить, эту тему. Я с ней слит, я ею движим. Хотя я этого могу не осознавать. Это может быть ещё, повторяя, бессознательным подчинением теме. Ну и четвёртый аспект – это последствия темы для культуры в целом. Но не буду здесь входить в детали. То есть, практически последствия тематического анализа для философии культуры, для образования… Ладно, это мы так отпустим. Хорошо. Так, ну теперь я хочу, завершая, показать некоторые ещё такие яркие примеры того, как тема движет учёным. Начну я с Коперника. Начнём с Коперника. Ну, тут мы кое-что запишем. Значит, Коперник. Вот его книга называется, главное, «Об обращениях небесных сфер». Я не пишу моё название, я оттуда вам вообще цитатку хорошее. Ну, вот смотрите, Коперник взял свой переворот великий. Что пришло Коперника? Вы знаете, система Птоломея. Птоломея, так? Вот. Птоломея, так? Ёлки-палки. Какие проблемы стояли перед Птоломеевской стоматой? Ну, это проблемы от чего? Проблемы календаря, прежде всего. Проблемы календаря. Так, нужно было давать очень точные, так сказать, прогнозы. Система, которая предложила Птоломея, она была очень сложной. Её надо было совершенствовать, над ней лимбились, работали. Как-то с грехами пополам, но работала эта система. Очень искусственная. Вы думаете, вот Коперник хотел что-то изменить в этой процедуре подготовки календаря? Да. Усовершенствовать прогноз астрономический. То есть, чтобы Коперник надвигали какие-то прикладные соображения. И что Коперник вот большое внимание уделял всякого рода наблюдениям. Да, у него был телескоп, да, конечно, но чтобы он вот так был привязан к эмпирическому уровню. Ничего подобного, понимаете, да, этого не было. Как показывает хатематический анализ, вот для Коперника главное было другое. Коперник ощущал космос, как храм Бога. Вот это главное для него. Он же и был человеком в Сане, да. Вот. Коперник ощущал природу как храм Бога. И он хотел, хотел через космос понять язык Бога. Понимаете, да? Это было очень нерадоксально тогда. И как раз вот этот момент и вызывал критику со стороны католиков. Католической церкви. То есть это отношение к космосу как к тексту, в своем роде к тексту. Так. И, в общем-то, Коперник был движен двумя темами, но они едины. Это тема простоты и тема необходимости. Тема простоты нам уже известна, да. Природа проста. Природа проста. И природа необходима. Необходима. Что это означает? Что это означает? Вот давайте сейчас вот войдем в суть творческого мышления ученого. Мы с вами изучаем философенуки. Для нас главное это все-таки, как наука рождается. Рождается она благодаря людям. Благодаря личностям. Да, вот Коперник, да. Что он ищет? К чему он стремится? Он хочет понять Бога через природу. И для него, как бы, паролем являются вот эти два слова. Проста и необходимость. Что значит простота и необходимость? Забежим у себя, что вот необходимость оказывает на то, что природа, будучи простой, выбирает один вариант, наверное, оптимальный, наверное, наилучший. Она выбрала один вариант, который совершенен, да? А все другие варианты аннулированы. Необходимо. Все необходимо. Никакого вероятностного разброса в природе быть не должно. Вероятностного разброса. Вот это так сейчас, а завтра будет вот так. А потом еще иначе. Как вы понимаете, необходимость находится в конфронтации со свободой. Нету свободы в природе. Так вот, я хочу сейчас вам предложить цитату из книги Коперника об обращениях небесных сфер. Не существует способа сдвинуть какую-то часть системы без возмущения всех остальных частей Вселенной как целого. Без возмущения всех остальных частей Вселенной как целого. Вот понимаете, вот эти слова, это замечательные слова. Вот эта тема, великая тема, да, простая необходимость, она получила очень ясное выражение. И это крайне важно для понимания мировоззрения не только Коперника, но для понимания одной из величайших пары в историческом существе. Вот смотрите, мир есть единое. Это единое просто, это единое необходимо. Это значит, что в этом едином все части связаны поедино. Вместе, да. Если ты где-то что-то тронул, все поедет, да, грубо говоря, понимаете, да. Выдал где-то тулку, весь механизм застопорится. Понимаете? Вот эта связь частей целого. Связь нерасторжимая. Скажу прямо, связь жесткая, жесткая связь, понимаете, да, жесткая связь. Так. Ну, мы на самом деле понимаем, что Коперник, который все-таки здесь ошибся, да. Наверное, можно изымать какие-то части, изыменять их другими. Вселенная будущей системы синергетической справляется с этими всякими вот операциями. Но вот эта установка, она грандиозна, грандиозна. Сейчас я хочу вам дать цитату вот как раз, прямо из Коперника, вот цитата Эйнштейна, вот, великая цитата, она на ходу, она афористична. Ну, в общем-то, вот эта вариация на тему той же самой мысли, что только что мы записали. Эйнштейн говорит своим ассистентом, тот вот эти слова замиксировал один к одному. Говорит так, Эйнштейн, цитат накрываем кавычки. Что меня действительно интересует, так это то, что меня действительно интересует, запятая, да как это то, мог ли Бог бы, мог ли бы, мог ли бы, мог ли бы Бог создать мир по-другому? То есть, оставляет ли необходимость логической просоты, то есть, оставляет ли необходимость логической просоты, место для какой-нибудь свободы? Место для какой-нибудь свободы. Что меня действительно интересует, так это то, мог ли бы Бог создать мир по-другому? То есть, оставляет ли необходимость логической просоты, место для какой-нибудь свободы? Великий вопрос. И это вопрос тематический. Тематический в смысле Жеральда Холтона, да? Значит, мир, который нас окружает и которому мы предлежим, он единственен в своей антологии, в своей логике, в своей физике, в своей биологии, а возможно другие миры, с другой антологией, с другой логикой, с другой биологией. Возможно ли вариации, возможно ли какой-то выбор на уровне космического творчества, так? Так, тема, тема простоты, тема необходимости исключает такие вероятия. И все это волновало, беспокоило, и, конечно, для себя он решил, как этот вопрос? Наверняка он решил вот так, что нет, не оставляет места для свободы, и не надо, не надо, понимаете, да? А вот Нильс Мор бы не принял бы эту схему мышления, уж у него другая тема. Какая, кстати, здесь тема простоты, а есть тема сложности. Тема сложности. Дополненность, это вещь сложная, понимаете, это сложная штука. Нет здесь простоты никакой. Вот. Тема необходимости, тема, если хотите, фатальности, да? А есть тема свободы, тема анархии, тема хаоса. Она тоже влиятельная, эти темы тоже влиятельные. Ну вот, сегодня эта тема не является ведущей темой, но сказать, что она умерла, что она ушла совсем со сцены, никак нельзя. Хорошо, что-то я у вас сегодня... Ну ладно, сейчас... Нет, нет, давайте я все-таки закончу, что тут у меня, значит... Нет, давайте я закончу. Это одна из самых важных лекций сегодня, в общем, у меня. Так. Хорошо. Значит, я хочу сейчас выложить эту книжку на странице 30-й. Не будем это записывать, а просто я вам покажу пример того, как работает тема. Сегодня темы работают, великая тема. Вот. Есть такой замечательный ученый Вайнберг, Стивен Вайнберг, один из ведущих физиков на Великобритании. У него приводится статья, ну как эта статья называется по-английски-английски, если перевести это не от русского, она... Ну что, единые теории, ну элементарных частиц, так это можно перевести. А единые теории взаимодействия элементарных частиц, вот есть перевод, да. Сейчас я хочу вот вам зачитать начало этой статьи, это одна из таких классических статей, вот, в журнале «Научная Америка», ну да, ну, знаете, это журнал замечательный, так, «Наука Америки», или как ее перевести по-русски, «Научная Америка», «Сайентифика». Так. Статя начинается так. Вот пишем, не пишем, просто слушайте. «Одна из самых устойчивых надежд человека состояла в открытии нескольких простых универсальных законов, объясняющих, почему природа со всем ее очевидным разнообразием и изменчивостью устроена так, как она устроена». Чувствуете, как темы звучат, да? Вот наша надежда, да, что природа проста, что природа сводится к нескольким простым универсальным законам. И эти законы нам могут объяснить все разнообразие, всю изменчивость, которую нас окружают. Разнообразие вторично, изменчивость вторично, а вот в основе лежат универсальные, простые, единые законы. Тема. Тема. Сегодня мы можем ближе всего подойти к единой картине мира, строя писания в терминах элементарных частиц и их взаимодействия. Какая тема здесь звучит? Тема-то мистическая, что все-таки можно объяснить весь мир из взаимодействия частиц. Холтон говорит, что вот эти темы, эти темы, они, еще раз смотрю, укореняются в античности, в Милецкой школе. Милецкой школе. Так это вы пишете у себя, что вот основные темы современной физики – это темы милецов, это темы единственного разнообразия. И эта тема, это темы, которые, вот чем они отличаются, вот эти темы милецкие, они отличаются своей космологичностью. Космологичностью. Что такое космологичность? То есть, это темы, которые охватывают универсум. Не что-то локальное, не что-то частное, а они претендуют на предельно обобщенный, интегральный, целостный взгляд на мир. Сейчас я хочу найти еще одну такую цитатку хорошую. Вот. Сейчас, да. Вот Холтман хочет сказать, Холтман хочет сказать, да, что вот именно вот такие темы космологические, они являются лидирующими темами, они являются доминирующими темами. Эти космологические, не будем записывать, да, просто я запишу, да. Так. Тематические выборы, сами по себе не допускают ни проверок, ни опровержания. Не допускают ни проверок, ни опровержания. Это я уже говорил, да, ну вот, я сейчас даю цитату. Вот дальше хорошая мысль. Заметая, тире. Однако никакой иной, никакой иной, менее космологический подход, менее космологический подход не обещает привести к истине. Не обещает привести к истине. Ну, вы понимаете, значит, может быть, менее космологический и более космологический подход. Чем ты космологичнее в своих рассуждениях, тем ты ближе к истине. Вот эта универсальность темы здесь акцентирована, здесь подчетно, да. Темы, они целостны, темы, они интегральны. И если есть иерархия тем, то эта иерархия как раз по критерию нарастающей универсальности, нарастающей всеобъемливости. Хорошо. Сейчас я хочу в заключение назвать некоторые темы, которые, и буду делать дуплет, да, дуплетами, которые сегодня актуальны. Актуальны, да. Дуплет. Изотропия, а не изотропия. Я вот начинаю звучать в полную силу тема сложности мира. Вот, я много говорил сейчас о простоте, да. Я цитировал Коперника, вот. Всегда она так устроена, что если ты одну часть тронешь, то это зовется на все этиктоники сразу и неизбежно, да. Эйнштейн, вот он думает, возможно ли другой мир, то есть, возможно ли, возможно ли другие миры, значит, возможно ли свобода в творчестве Бога. Бог творит свободно, как хочет, или Бог работает в рамках тех же самых тем, а значит и законам, да. Вот. Сегодня мы склоняемся к той мысли, что очевидно в мире есть много чего такого, того, что можно назвать незаконным. Ну, это законы, но уже законы другие. Законы очень... В сравнении с физическими законами это что-то беззаконное, что-то анархическое. Это законы синергетики, так. Законы, связанные с так называемыми рессивативными структурами. Вот. Значит, вот это не ада, этот дублет сегодня работает. Я хочу сказать, что, наверное, сегодня это самая главная тематическая пара, тематический контрапункт. Ну, сюда же надо отнести вот необходимость свободы, образота, сложность и так далее. Вот сейчас я назову темы, которые не устареют и которые... которые... Вот. Как бы... Ну, здесь трудно брать дублетную структуру, но вот, скажем, есть такая тема, очень важная для науки, эффективность геометрии. Что вот можно на языке геометрии сказать о самом главном. Помните, вот была такая надпись над входом в Академию Платона, да? Да не войдет сюда, не знающий геометрии. Геометризация. Физика геометризована. Биологию тоже вам как-то выдается. Но если не через геометрию, то через топологию как-то вот по-новому понять, да? Вот эта убежденность, что можно вот самая фундаментальная физики в связи с геометрией. Это очень давняя тема, и она имеет свое завершение, свой апофеоз в новейшей космологии. Вот как мы сегодня говорим, да? Вот есть такое определение Уиллера, запишем, вот что такое материя, да? Материя — это возбужденное состояние геометрии. Материя — это возбужденное состояние геометрии, да? Геометрия первичная, геометрия фундаментальная. Да, вот геометрия — это то, что создает гравитацию и создает материю. Тема, которая имеет богатейшую историю, и вот она ну замечательно она вот замечательно она как-то под себя вот проявляет в 20 веке, достигая своего апофеоза, своего апогея. Значит, еще одна очень такая интересная тема. Это эффективность объяснений, убежденность, что эффективное объяснение, которое основано на целых числах, целых числа, да? Закон целочисленных отношений. Помните, я говорил про Пифагора, да? Там, где целые числа, там красивые звуки. Кварда, квинта, как появляется дробное или иррациональное значение, то вот нету гармонии, начинаются диссонансы. Кстати, почему я сейчас вспоминаю эти вот мотивы? Ну, есть случаи, когда возникает такой своеобразный культ целого числа, культ целого числа, понимаете, да? Вот. Ну, Пифагорите, в религии целых чисел. И сегодня это сохраняется. Сегодня целые числа играют огромную роль в аппарате физики, прежде всего, в аппарате физики элементарных частиц. Целые числа, да? Это тема. Целые числа красивые, не целые числа ущербные, да? И человек вот может стать фанатом, фанатом целых числ. тема ведет к своего рода фанатизму, фанатическая преданность идеи, фанатическая преданность этому литмотиву, так, литмотиву, так? Ну, еще раз повторяю, тема определяет внутреннюю жизнь нашего мышления, именно внутренняя жизнь мышления нашего, да? Его стимулы, его активаторы, направляющие силы мышления. Вот это и есть то, что Холтон очень точно назвал темами. Я думаю, что это достаточно интересная проблема. Много чего я не досказал, но ладно.